здравствуйте я приветствую вас на канале ольга сантором меня зовут ольга и тема нашего расклада сегодня судьбоносный мужчина кто принесет счастье в вашу жизнь и так мои дорогие давайте начнем и посмотрим у нас один вариант если вы слышите что информация резонирует вам интересно смотрим нет выбирайте пожалуйста другое видео и так давайте начнем посмотрим что нам покажут вы сейчас вы в сегодняшнем дне для кого активен этот расклад кто уже на пороге будет встречать новую новую счастливую жизнь новую счастливую любовь девочки смотрите во первых я шикарная женщина шикарная и действительно по четверочке кубков сейчас ваша личная жизнь хотелось бы какой-то перемены вообще женщину показали очень сильно я бы здесь сказала что вы решаете свои проблемы сами сказать что вы ни на кого не рассчитывайте это не совсем то это такая вот уверенная в себе женщина очень вероятно имеет лидерские способности она изыскана на уме произвести впечатление вы такая себе королева знаете в какой бы ситуации вы не оказались да я вижу что знаете наш аркан сила он всегда показывает во первых такое состояние человека как пришлось через что-то прошти потому что вот эта обреченная сила это обреченная сила из-за того что в жизни не все так как бы этого хотелось не все так получается как хочется и здесь конечно я бы сказала что карта показывает ситуацию что возможно очень когда вы знакомитесь с человеком начинайте с ним общаются и слышите вот это знаете какое-то слабость до человека что он не может решить какую-то проблему своей жизни а вы видите эту проблему вообще то есть это все решаемо это все возможно он начинает как-то вызывать некую жалость так она какой-то жалости хочет привлечь какое-то ваше внимание удержать это но это своего своеобразная манипуляция но она через какую-то жалость идет да то есть вот почему то вот идет не слабые мужчины понимаете вот идет момент что очень может быть что человек как-то вы входите в общение с мужчиной и возможно внешне он вам даже очень нравится и возможно даже первые какие-то встречи очень даже классно проходит но вот это какое-то состояние до или а бывших начинаете рассказывать или какой-то знаете вообще ерунде своей жизни то есть и вы видите это решаемым и вы понимаете что вы прошли намного больше до что вы намного сильнее энергетически вы понимаете что ну скука скука и не хочу и не буду и человек не умеет справиться со своей жизнью он не может навести порядок своей жизни зачем мне такой человек здесь конечно выходит такая ситуация возможно это некая ситуация из предыдущих ваших отношений что мужчина человек не может решать проблемы не может решать свои какие-то важные вопросы наоборот где-то застывают в этих вопросах где-то раскисает в этих вопросах и вы могли выйти сами из отношений или же до будучи в некой ситуации понимая что человека диском чувство но он как-то вот то там в каком-то эгоизме своей сам себе паучину создал сам в этой получении сидит и вы как-то вот вот это не ваша история это нет то есть очень вероятно что некую когда вы видите слабость в человеке да вот вот в мужчине слабость мужчине вам кажется но если я могу это решить эти ты не можешь да зачем ты в моей жизни это ослабляет ваше притяжение к человеку то есть да он нравится вам возможно внешне очень даже симпатичные но одним щелчком понимаете все это исчезает как дым то есть некая уверенность мужчины некая твердость характера возможно где-то это вас привлекает вам интересны сильные мужчины которые добиваются многого это которые проходят через некую конкуренцию вам нужен динамичный человек активный да вот тут кто сидит и да всегда чем-то недоволен вот это не ваша история то есть он сам со своим со своими мыслями справиться не может и в жизнь вашу знаете как суть не в том чтобы быть с кем-то суть с тем в том чтобы быть с любимым человеком чтобы этот любимый человек принес сил радость в жизнь они наоборот и отягощал очень может быть что вашей жизни какая-то вот такая ситуация была потому что я вижу что то что вам не нравится в это активно исправляете в это меняете вы с этим сражаетесь возможно и готовы перепрыгнуть через огненную реку чтобы достигнуть своего достигнуть лучшего и я вам скажу что да эта женщина достаточно динамична достаточно активно здесь действительно есть мужчины в окружении которым вы очень нравитесь но но возможно какого-то определенного уровня до человека пока вот вы рядом с собой не видите здесь я бы сказал что женщина прямо желает пар она прямо парной и нужен лев здесь нужен сильный мужчина возможно где-то который будет немного приземленным в плане материального дан где-то заработка он должен быть опорой для него он должен быть защитой для этой женщины потому что вот эти слабые мужчины которые все время каких-то своих иллюзиях каких-то своих домыслах да и вот догадайся что там с ним происходит помогай спасай его все время да то есть эта история не о вас вы человек очень где-то своей жизни целеустремленный и хорошо знаете чего вы хотите да и кого вы хотите в своей жизни ну что ж я вам скажу да эта женщина очень очень даже такая активная пробитная она может даже и свое дело потянуть потому что мы вот прямо в сильных картах вы вышли как бы отсекая до отсекая какую-то какое-то вот что-то ненужное какой-то инфантилизм и и вообще я бы так сказала что какие-то обижающиеся люди они не то что вам не нравится вы стараетесь с ними как-то вот общение вообще минимизировать то есть вот тот кто начинает что-то обижаться на пустом месте что-то там знаете выдумывать как-то вот раскисать да вот это вам не нравится вы очень такая динамичная женщина возможно даже имеете вспыльчивый характер то есть вот вы способны где-то поднять определенную бурю вы способны где-то сжечь все что вам не нравится да и не будете дожидаться пока вот этот мост разрушится сам да и стлеет вы его буквально испепелите и вообще можете очень так кардинально и резко прекращать с людьми общения будь это женщины будь это мужчины то есть вам даже не хотите вот эту энергию которая тянет вас назад чтобы этот человек где-то вашем пространстве вообще там болтыхался ну давайте посмотрим еще давайте посмотрим вы сейчас сегодняшний дне смотрим знаете прямо такой заботливый человек очень где-то отзывчив отзывчивый очень такой заботливый человек вы знаете для некоторых может пройти очень сильная материнская даже такая энергия то есть вы прямо в женских своих энергиях прекрасно развиты прекрасно прямо вот звучите я бы даже это так назвала то есть у вас есть определенная строгость и вместе с тем вот такая окрыляющая забота не просто знаете давай я за тебя все сделаю вы как бы направляете как бы показываете правильную дорогу вообще очень интересная женщина защитница по сути да то есть за любимых за родных вы прям можете рвануть и значит вырвать глотку и на этом будет все человек который очень ярко проявляется в эмоциях и так вот здесь нам показывает такую женщину очень где-то вспыльчивый да которая вот испепеляет все что ей не нравится да вы скажем так и изгоняет из своей жизни все чуждое вместе с тем да имеет понятие чего-то важного чего-то основного никого стержня да и вот 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 этот человек который по сути очень правильно выстроил свою жизнь и да возможно на сегодняшний день не все так бы как хотелось потому что старший окон сила он показывает что вы в силе вы возможно где-то книгам напряжение находитесь то есть вы на себя берете много обязанностей вообще знаете карты показывают такую лидерскую лидерского человека а лидер он знаете не только в том что знаете вперед 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 лидер еще и в том чтобы позаботиться этим о тех кто рядом с тобой я бы сказала что возможно у кого-то есть уже определенная ответственность то есть возможно у кого-то есть ребеночек возможно кто-то знаете родители близкие так или иначе вы финансово материально помогаете то есть здесь есть вот такой момент отзывчивости вообще отзывчивости с теми людьми которые вы любите и я вижу что да некий жизненный опыт он немножечко расставился на свои места и где-то некую вашу наивность то он немножечко так знаете остудил с назовем так то есть жизненный опыт он какую-то вашу доверчивость возможно немножечко знаете уменьшил сказать что вы не доверяете людям нет абсолютно нет у вас есть сила дать человеку шанс и если что до одним одним ударом разрубить все одним ударом все завершить но тем не менее шансы вы очень даже даете это очень такая ресурсная женщина которая прямо в энергии и сама по себе она очень сама достаточно я вам вообще скажу что здесь у нас выходит такая картина что женщина привыкла решать свои проблемы сама действительно слабые мужчины раздражает возможно даже если очень даже такая обаятельная внешность и первое впечатление классной но вот эта слабость до энергетическая она где-то прямо ну вот скучным человек вам становится все все вы начинаете медленно отдаляться от этого человека и вы знаете что с какой-то стороны знаете как сами на себя надеетесь и здесь уже ввести манипуляцию какую-то да как-то играть вашими чувствами не получается потому что вы как бы имеете определенную броню с одной стороны готовы давать шанс но и очень бдительный да и можете вот этот шанс обрубить в один момент ой любви хочется прямо хочется настоящих чувств взаимной любви вообще женщина по сути своей партнерский человек то есть вы в паре вы будете сильней вы будете активней вы будете знаете динамичнее двигаться к своим целям к своим мечтам вам в паре прямо будет классно хоть возможно знаете очень важно с кем ты создаешь эту пару но дело в том что на сегодняшний день я вижу что вы как-то уже очень хорошо разобрались в своей жизни и далеко-далеко ну вот не пускайте вот знаете сапогами свою душу вы уже не спускаете то есть вы очень так присматриваетесь к человеку но по сути я вам скажу очень нежная очень отзывчивая женщина очень любящие действительно очень много таких женских качеств женских качеств ну любящий человек действительно ждете хотите любви и действительно вы прямо это вас усиливает в энергетическом плане вы прямо хорошая эти когда вы влюблены и да можно быть очень уверенно и иметь вот такой знаете прекрасный внешний вид но когда вы влюблены и особенно я излучаете особенную энергию давайте посмотрим еще и так я вам скажу что смотрите здесь могут быть у вас какие-то трансформации перемены касаемо вот ваши деятельности работы вы человек который возможно на сегодняшний день исполняет как много ролей свои 6 то есть здесь может быть за папу за маму очень может быть потому что при такой нежности при такой привлекательной женственности да и вот эта сила очень много прямо такая мощь то есть очень может быть что вы исполняете как несколько ролей есть вы здесь и заботитесь и И где-то вот, да, возможно, за папу, за маму, возможно, там ещё родители, да. Есть вот тот момент, что вы как центровая в своей семье, в своём роду. То есть у вас очень такая глобальная роль. И дело не в том, дело в том, что вы можете, понимаете, подтянуть вот эту глобальную роль в своём роду. Вы очень сильная энергетическая женщина, вот прямо в таких классных энергиях. И вот мне прямо проходит, что вы можете быть как и начальником, да, как и начальником, так и с другой стороны, прям такой нежной, ласковой, любящей женщиной. То есть вы, сейчас ваша жизнь, знаете, как много ролей. Почему-то я не вижу, что прямо много мужских энергий, то есть что вы наберёте на себя мужскую роль, нет. Чисто женщина, прямо такая желающая любви. Но с другой стороны, вот такая мощь, и как женщина, вы как максимально можете вырвать, да, своё, вырвать то, чего вы хотите. Вообще человек может за себя постоять однозначно. И действительно можно очень быстро потерять ваше расположение. И уже очень-очень тяжело его восстанавливать. Хоть когда вы в дружбе, когда вы в любви, вы прямо вот очень много энергии вкладываете в эти отношения. И так, сейчас, ну вы прямо знаете, вот прямо женщина-женщина. Надежда есть большая. Надежда на новые, на какую-то трансформацию, на некое, знаете, изменения вообще в своей жизни. Вообще человек очень даже оптимист. Хоть жизнь, вот знаете, ну вообще, при любой возможности норовит ударить. То есть, жизнь не такая, знаете, не сахарочек. Но, тем не менее, знаете, вот держу, держу всё свои шансы, все свои в руках, да, и жду определённой перемены, трансформации, изменения, да. И вот даже этот цветок на карте показывает, что вы имеете большую надежду. Вы большую имеете надежду на некую перемену в своей жизни. Но я вам скажу, да, вы очень такой человек, который на сегодняшний день прямо за эту надежду, не то, что держится, шанс вам будет дан. И вы этим шансом воспользуетесь. Вы правильно подберёте меру, да, и счастье своё из рук не упустите. То есть, да, где-то держитесь за своё. Своего не отпустите, своего не отдадите. Но я вам скажу, что ждите исполнения мечты. Вот карта показывает. Жди, твоя мечта исполнится. И ты не зря где-то в неком ожидании. Ты очень много сделала. Ты подошла к какой-то определённой грани. И перемена в твоей жизни действительно очень близка. И некие первые колокольчики, первые птицы, первые вести, перемены, они очень близки. Те перемены, которые принесут исполнение твоих желаний. Потому что вот некая гармония в твоей жизни должна быть восстановлена. Очень может быть, что действительно сейчас есть некий дисбаланс. Но сказать, что он, знаете, вы как понимаете и чувствуете, да, что вот этот баланс, он будет восстановлен. Что всё в вашей жизни будет лучшим образом. Давайте посмотрим. Почему-то мне прямо вот прошла некая такая тревожность. Давайте посмотрим, от чего тревожность ваша. Ну вот да, вот смотрите, прямо вот девяточка мечей вышла как тревожность. Вот прямо прошла некая энергия, я о чём-то переживаю. Я за что-то сильно волнуюсь. Почему-то мне проходит, что это связано с каким-то определённым человеком. Ну, император. То есть, знаете, вот идёт энергия, что я переживаю за некого мужчину. За мужчину по императору важного в своей жизни. Где-то переживаю за это, за этого человека, да. Ну, вот по справедливости, да, есть некое волнение, но я вам скажу, что здесь касаемо этого человека, как бы всё решено. Всё решено. И по сути, я не вижу, чтобы вы могли что-то изменить. Вижу, что некое есть волнение по поводу важного мужчины в вашей жизни. Всё будет очень хорошо. Всё будет очень хорошо. Я вижу, что, возможно, этому мужчине действительно сейчас очень непросто, очень нелегко. Но, вы знаете, как-то даст ему судьба шанс. Шанс и всё. И всё прямо очень благополучно разрешится. Потому, если вы волнуетесь за некого мужчину важного в своей жизни, знайте, что всё будет очень хорошо. У него какой-то непростой период этого человека. И так или иначе вы сопереживаете этому мужчине. Но он пройдёт всё, и всё будет очень хорошо. Почему только переживания за мужчину? Я не вижу, чтобы это прямо был любимый мужчина, да. Это больше мне проходит отец или брат, или какой-то вот близкий человек, значимый в вашей жизни. Как, знаете, как связывает вас нелюбовная какая-то сфера. Это больше как или семья, или какие-то дружеские, дружеское общение. Здесь прямо, знаете, как вырвалась информация. И вот как идёт ситуация по поводу этого человека. У него непростой период. Это какая-то вереница прямо событий, которые он сейчас проходит. Это вереница. Но решится всё очень хорошо. Но здесь как будет момент натоптанной дороги. То есть он постарается, от него будет зависеть. Но всё сложится очень хорошо. Даже и в материальном каком-то плане благополучия и вообще. То есть по десяточке пентаклей с этим человеком будет всё хорошо. Потому что это, знаете, немножечко отошло от основного расклада. Потому что вот возможно для кого-то это очень важно. И кто-то вот здесь переживает своего близкого человека. Ну давайте будем смотреть дальше и посмотрим. Для вас. Посмотрим для вас. Какой мужчина? Какой мужчина войдёт в вашу жизнь? В ваше пространство? Давайте посмотрим, какой человек войдёт. Какой человек войдёт? Ух ты! Во-первых, что я вам скажу. Это некое такое знакомство у вас будет. Оно как он каким-то будет лёгким. Оно будет лёгким. И действительно вы как движетесь, вы приближаетесь к этому знакомству с этим человеком. Оно будет каким-то вообще расслабленным. Очень может проходить, что это как-то шутя, да, то есть с каким-то юмором, в хорошем весёлом настроении. Вы с этим человеком познакомитесь. Почему познакомитесь? Сейчас этот человек как бы находится, возможно, на определённом расстоянии над вас. Но я не вижу, чтобы очень далеко. Я бы даже здесь сказала, что у вас есть какой-то общий интерес с этим человеком. Какая-то общая мечта, какая-то общая задача, да, по карте звездам. Общая задача у вас есть с этим человеком. И как бы сама судьба откроет путь, чтобы этот человек вошёл в ваше пространство. И вы знаете, вы на сегодняшний день этого человека действительно не знаете. То есть это такой момент, это человек как сейчас далековато. Вот так вот. Я не могу сказать. Очень мне проходит, что вы можете быть незнакомы с этим мужчиной, но очень близко это знакомство. Вы знаете, по карте звезда это могут быть даже соцсети. Могут быть какие-то, знаете, вообще через, такое, знаете, как через какой-то контакт дополнительный, да, через какое-то звено связующее. Это могут быть суседи с этим человеком, знакомство может быть. И вы знаете, как-то этот человек сделает очень правильно первый шаг. То есть в каком-то юморе это может быть что-то вам написано, да, это может быть какая-то шутка очень такая искромётная, которая вам будет импонировать. И вы как-то осознаете, что да, этот человек вам интересен. Но ваше знакомство произойдёт очень-очень как-то весело, непринуждённо, расслабленно, как-то вот легко. Ну вот легко произойдёт это знакомство. И вы знаете, что вот как оно точно произойдёт. Вот точно произойдёт. Этот мужчина буквально найдёт к вам ключик. Но идёт момент, значит, через радость, через некое веселье. Здесь могут быть, знаете, всё-таки карта звезда показывает некий момент. Это некий, знаете, во-первых, это завершение вашего одиночества. Это ситуация знакомства с этим человеком. Это завершение вашего одиночества. И здесь действительно проходит ситуация, что это могут быть суседи. Это может быть знакомство через какой-то компании вообще весёлой, да, в приятной и очень весёлой обстановке. Этот мужчина как-то вот найдёт ключ. Но найдёт ключ через радость, через веселье, через, возможно, это какая-то шутка будет, которая действительно для вас будет интересной. Подход будет к вам очень таким, знаете, необычным. Ну вот необычный подход будет к вам, и это вас где-то увлечёт. То есть я бы сказала, что здесь за этой девушкой пытаются ухаживать очень много мужчин за этой женщиной. Но вот как-то или всё как-то одинаково, или вот ничего такого интересного, ну вот не происходит. А здесь вы, человек, как бы вас зацепит. И вот через какой-то смех, через какую-то радость этот мужчина подберёт к вам ключик. Смотрите, я вижу, что несмотря на то, что вы с этим человеком не знакомы, он не так далеко от вас, как может показаться. То есть у вас даже могут быть какие-то так или иначе общие контакты с этим мужчиной. Ну давайте посмотрим ещё. Давайте посмотрим. Ой, девочки, прямо показывают, знаете, определённое вот место знакомства, это как некий праздник. Это очень может быть какое-то, вот вы знаете, веселье, праздник, хорошая, очень такая приятная обстановка. Очень приятно. И вы знаете, что эта встреча, это будет действительно некая трансформация, перемена в вашей жизни. Елки, девочки, смотрите, это очень важное знакомство для вас. Это очень значимое вообще знакомство. То есть оно, вот это, вот это знакомство с этим мужчиной, она действительно вас из состояния определённого одиночества выводит в состоянии императрицы. То есть, да, это встреча, это по карте четвёрочки жазлов, праздник, знаете, отношения, это начало определённых отношений у вас с этим мужчиной, завяжется у вас общение очень интересное. Вы знаете, из этого общения действительно произойдёт трансформация, и вы войдёте в старший аркан императрица. У вас очень большая перспектива с этим человеком, то есть действительно он судьбоносный. Действительно, и эта карта показывает некую судьбоносность, уже прописанную ситуацию, и по сути ключ тебе будет дан очень скоро. И выходит, знаете, по трансформации вы ходите в старший аркан императрица. Ну, хорошо, хорошо, давайте посмотрим ещё, что же это за мужчина, который действительно такую перемену внесёт в ваше пространство, в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Ну, пока что, знаете, как на... Здесь такая ситуация, прямо проходит мне, что близко вы друг от друга. Вот действительно, вот я не могу сказать, что прямо очень далеко. Близко друг от друга, но вот как-то нужная дверь ещё не открыта. Ох, девочки, а вы знаете, эта встреча действительно вам дана, чтобы встретить особенную любовь в своей жизни, особенное чувство. Где-то действительно приоткроется нужная дверь, и ситуация из... Этот мужчина будет просить шанса. Шанса вы будете выбирать, вы будете определять, нужен ли вам этот человек. Где-то будете действительно насторожены, где-то будете действительно, знаете, в таком состоянии, любой хруст веточки, да, и вы ускользнёте. То есть, такая вот ситуация. Я даже могу предположить, что это, если это знакомство состоится, и вы будете размышлять себе, если что не так, да, я вот ускользну. Я вот как-то из этого свидания где-то, да, вот упорхну, да, если что. Но я вижу, что этот человек действительно будет просить шанса, и такой шанс вы ему дадите. Потому что вот прямо выходит, знаете, ситуация, вот пятёрочка кубков, этот мужчина будет желать шанса, будет желать возможности. И, возможно, после каких-то определённых, да, утерянных надежд, скажем так, вы всё-таки пожелаете этому человеку открыть своё сердце. И, вы знаете, как-то он найдёт к вам подход. Вот найдёт. И здесь, вы знаете, такая вот ситуация. Это вообще, эта карта, она вот особенно, знаете, вот так, такой интерпретации интересной вот здесь прямо отображена. То есть, этот мужчина, он абсолютно иной. То есть, очень может проходить, что вот у вас есть какой-то определённый типаж мужчин, который вам нравится, да, и вот вы входите с таким типажом мужчин в отношении. И очень может быть, что здесь человек вообще иной. То есть, это иная, иное вообще, как сказать, ну, я даже так примерно, если вы, например, встречаетесь с мужчинами, которые всегда очень коротко стрижены, а здесь у мужчин прямо будет прическа, да, то есть, это может быть какой-то волнистый волос, это хорошо уложенные волосы, да, это может быть какая-то аккуратная такая борода, да, какая-то с барбершопа, вот такой прямо интересный мужчина. С другой стороны, я вам скажу, что это может проходить ситуация, знаете, что так или иначе вы с ним чем-то пересекаетесь, то есть, вы, у вас может быть не то, что одна сфера жизни, работы, но у вас как-то очень похожие взгляды вообще на жизнь, очень похожие какие-то виденья вообще мира и какая-то, знаете, как виденье будущего, вот у вас очень похожие интересы и взгляды вообще на жизнь. Этот человек вам покажется абсолютно особенным, то есть, что такого в вашей жизни не было, и что именно вот такого вы ждали, потому что этот человек действительно как привнесет определенную такую искру, энергию, да, радость какую-то вот прямо в ваше пространство, в вашу жизнь. Он вас как-то чем-то зацепит, действительно, вот чем-то он вас заинтригует. Я вам даже больше скажу, при первой вашей встрече этот человек очень будет стараться вам понравиться, то есть, это не такое какое-то, знаете, вот, например, люди там познакомились как-то в соцсетях, и вот, а встреча настоящая как-то вот, ну, не клеится, скажем так, да, вот встретились и, ну, вот не может, не могут люди найти подход друг к другу. А здесь нет, здесь, понимаете, во-первых, если это будет какое-то интернет-знакомство, очень быстро будет встреча назначена, она очень быстро произойдет, и вы как-то вот сразу войдете в контакт. Этот мужчина как-то сразу, знаете, будет желать тактильного контакта, то есть, прикоснуться к вам, как-то вас приобнять, открыть вам дреть, позаботиться, знаете, как-то о вас. То есть, явно будет момент, мужчина заинтересован, и мужчина хочет очень понравиться вам. То есть, да, здесь будет такой момент, он будет очень так желать вам понравиться. и это где-то вас будет подкупать это вам где-то будет очень даже импонировать что он старается вам понравится этот мужчина здесь конечно такая ситуация знаете как будто бы он свои счастья рассмотрел уже он его уже увидел он его уже знаете как ухватил вот эту птицу счастья за хвост а вам еще как бы предстоит рассмотреть этого человека то есть очень может проходить что этому человеку нужно будет постараться как-то вас увлечь но человек не так просто есть у него тоже там свои какие-то нюансы давайте посмотрим еще посмотрим на этого мужчину посмотрим на всю эту ситуацию но я хочу сказать да здесь конечно проходит момент что этот мужчина как бы прямо будет наблюдать за вами наблюдать ища какую-то ну возможно отмычку да возможно какую-то вот здесь даже даже не совсем так здесь смотрите об этом мужчине он один вот на момент вашей встречи он будет один вообще знаете без каких-либо отношений легких нелегких вообще без каких-либо отношений дело в том что он какое-то переосмысление здесь идет то есть он подумал там все как-то взвесил какая-то определенная трансформация в его жизни произошла и здесь какая-то перемена в его сознании произойдет то есть очень вероятно что это человек как-то под выбирал женщин по красоте ну назовем это тогда то есть внешний фактор был самым главным но в процессе общения в процессе отношений этого оказалось очень мало и как-то разочаровывающие вообще да то есть очень может быть что этот мужчина действительно как вышел из отношений вышел из отношений потому что отношений как бы знаете теряют вот вот этот первый какой-то знаете туман и все и все очень может быть что как бы на внешность то есть внешняя женщина понравилось и все он уходил с ней в отношении но это как не дает нужного эффекта не дает нужного результата здесь прямо как некое переосмысление до что я наверно уже еще чего-то лучше вода мне нужно в человеке что-то больше чтобы с ним продолжать отношения то есть здесь вот такая вот ситуация идет и вы знаете уже в общении с вами действительно это какой-то ну вот особенный контакт и очень вероятно что он произойдет именно в общении с вами то есть что вход именно в общении он вот найдет того чем в вас увидеть ту женщину которая чувствует его юмор до чувствует его энергию которая вот как откликается на каждое слово у вас даже такой прямо разговор какой-то бурный будет вот первая встреча вас как вы на каждое его слово знаете что ответить и вам как-то очень приятен этот человек и очень как-то радостная такая энергия вы знаете как то вот он отметить для себя вот вот особенность некую его общение с вами ну давайте посмотрим еще и планы его знаете вот и изменить все-таки он все-таки на момент вашей встречи действительно как в ожидании новых отношений и знать как планы у него действительно вот выстроить определенные отношения парники то есть он человек все-таки который желает отношений желает любви здесь конечно у меня такая ситуация здесь проходит как есть некая женщина в нем заинтересованная да то есть он кому-то очень нравится возможно очень даже такой давайте посмотрим какой ты покажи нам себя покажи нам внешность этого мужчины потому что мне проходит что он как в интересе некой женщины но почему-то там вот пусто да идет давайте посмотрите тройка меча то есть этот человек там на него есть у какой-то женщины виды но я вижу что там все там уже отношения рассыпались раз он как бы или что-то увидели что-то узнала ней там разрыв произошел и вот на момент вашей встречи это не то что просто как отсечено отрезано вообще и этот мужчина он знаете как в определенном каком-то завершим немножечко состоянии будет вот когда он вас встретит хоть планы до встретить любимую женщину они есть и вера в настоящую любовь они есть но вот вы знаете как мне вот проходит какая-то вот женщина заинтересованная в нем и там там какие-то вот разные со всем интересным какая-то завершая вообще ситуация здесь даже знаете это карта может показывать это даже сердце океана с титаника то есть эта ситуация очень может быть что этот мужчина ресурсный что у него есть прямо материальная база он очень такой пробитной успешный есть что-то прямо ну солидный солидная какая-то из материальная база у него и это очень привлекает эту женщину то есть там некая женщина заинтересована на не так в нем как в человеке как в его материальном ресурсе вот такая ситуация возможно тем у это явно ему это и он так то отсекают этот момент и все да да вы знаете отсекает вот эти манипуляции ну вот и он вышел на боже девочки классный мужчина и вам скажу и действительно он такими вышел да то есть он не совсем коротко стрижен у него определенная из прическа может носить бороду но и может быть как-то гладко выбрит но вот это щетинистость да то есть очень такая мужественная внешность у него и очень может быть такая вот плотная щитчина этого человека вообще-то очень такой в стиле очень активны что самое интересное девочки под мужчина быть вышел вам идеальной парой вот вышли вы жазловой королевой и он жазловым королем и он как бы знаете на вас будет обращено все внимание при первой встрече и только со временем этот человек вот так вот покажет какой ему как бы переведет некие стрелки на себя то есть он прямо будет желать очаровать вас и на вас будет направлено все внимание то есть даже если там звонить телефон даже если там его кто-то зовет вот это все знаете это идет на второй план потому что ну вот у меня есть более важные сейчас дела и так или иначе бы в центре каких-то определенных событий в определенного интереса этого человека я вижу прямо встреча очень такая впечатляющая она мне прямо знаете идет и четко и какая-то наполнена определенной радостью но я вам скажу что да этот мужчина очень где-то возможно распознал какую-то хитрость какой-то материальный интерес предыдущих отношений сейчас он как бы ищет ищет иного да потому что вера в это есть что есть любовь он желает этой настоящей любви он желает это настоящие заботы взаимности быть хочет прямо человек и здесь я вам скажу тоже ну давайте посмотрим смотрите здесь выходит человек который вышедший из отношений здесь действительно может проходить ситуации что мужчина в разводе и как-то ну давайте вот посмотрим да но это его выбор его выбор знаете как-то не держать человека которого не любишь и который по сути не любит тебя то есть здесь может проходить мне прямо вот что он в браке был не вышло то есть может и не женат мужчина но тем не менее знаете вот как выше ты из отношений это однозначно ну чтож давайте посмотрим смотрите я вам что хочу сказать вы с этим человеком как-то очень схожи вы можете быть одной стихии действительно то есть вы можете быть сейчас в очень таких определенных периодах жизни активных очень то есть у вас вот прямо очень похожие взгляды на жизнь будут с этим человеком действительно он какой-то вот просто иной да то есть он вообще не вписывается какие-то предыдущие сценарии да какая-то вообще отдельная история вообще не отдельная жизнь вообще отдельная ситуация мужчина очень активен и проходит конечно мне что достаточно ресурсные даже знаете ну такой ну на порядок на порядок хорошо он стоит на ногах материальном плане ну давайте посмотрим еще что нам расскажут о нем давайте возьмем еще вот эту колоду и посмотрим покажи нам об этом человеке побольше информации вообще да он готов любить он где-то даже очень такой дружелюбный у него прекрасное чувство юмора это очень такой эрудированный мужчина умный человек вы знаете но но потом вообще выходит мастером да то есть он очень даже какой-то жизни своей очень конкурентный и я бы даже здесь сказала что для него это важно у него есть определенные амбиции он не желает быть мальчишкам на побегушках да он такой человек лидерских способностей и очень даже видит ситуацию и ищет до своего пути своего какого-то направления я вам скажу честно этот человек может задумываться над тем чтобы открыть свое дело у него есть на это ресурс на сегодняшний день этот человек очень вероятно работает в какой-то компании да он может занимать хорошую должность он может управлять людьми но у него прямо вот есть вот этот момент желание начать свое дело до иметь какое-то вот прямо знаете держать ситуацию под контролем определенным и я вам хочу сказать что у него действительно есть ресурс на это и материальные и профессиональные и какие-то связи у него есть то есть он готов он готов начинать свое свое дело но вы знаете очень может быть ему как не хватает определенного толчка да ему не хватает возможно действительно партнерши человека с которым можно обо всем посоветоваться да и как то вот действительно какой-то веры не хватает но я вам скажу что это прямо это мужчина который все время находится в росте вот смотрите page кубка да маг и ярофан и император то есть этот мужчина все время в движении и у него действительно очень большие перспективы по жизни что касаемо материального плана он становится все крепче 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 очень проходит в ней ситуации что он сейчас находится вот в этом состоянии то есть он обдумывает какие-то очень важные перемены своей жизни более того император показывает что у него вообще все получится и он действительно достигнет желаемого он действительно свое получит того вообще от жизни потому что человек действительно чрезвычайно хватки чрезвычайно как-то стремителен своих целях ну классно классно девочки я вам скажу что да этот мужчина он прямо для него важно возможно некая конкуренция и для него важен вот этот момент он имеет определенный некий азарт касаемо вот добиться своим кодом добиться желаемого очень может быть что на сегодняшний день вот вокруг него действительно очень-таки сильные люди с которыми находится вообще не стильные мужчины с которыми находятся в общении вообще чирил человек чрезвычайно знаете такое интересный вот интересный прямо очень может проходить что у него прямо сейчас мужской и прямо кушан true мужчины 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 и здесь я вам скажу что несмотря на вот такую свою целеустремленность мужчина очень любящий он действительно верит в любовь он действительно ждет этой любви до предвкушает ее вообще ну вот так вот ну что ж мои дорогие давайте буквально несколько несколько знаете карты какие-то минусы посмотрим какие-то минусы какие минусы может возможно вам придется столкнуться с этим какие минусы вообще-то от него будут очень такие четкие классные шаги знаете у него немножечко будет такой момент вот он действительно будет очень стараться вам понравится очень стараться прямо вижу такое общение у вас вообще все очень хорошо будет с этим человеком знаете что касаемо чем придется столкнуться возможно некие острые моменты характере знаете такой один против всего мира вот это ему присуще где-то он берет на себя очень много возможно работает очень много возможно немножечко такой вспыльчивый человек и вы как женщина да вы прямо будете смягчать определенные его энергии придавая определенные рассудительности да то есть вы будете давать классные советы этому человеку у вас очень хорошая перспектива вообще на отношения и по колесу фортуны прямо вереница событий вереница развития этих отношений очень очень хорошо вам будет с этим мужчиной и вы знаете даже какие-то острые спорные моменты вы как-то будете знаете входите в споры с этим человеком на равных правах то есть не боясь что что-то там до кого-то там не понравится то есть вы будете чувствовать уверенность что от того чтобы вы ему не сказали это человек вот чувство его не не знаете не поменяется то есть он все равно будет вас любить и он прислушивается и он готов идти как-то знаете выслушать что хочет сказать женщина да то есть вот этот момент будет и не просто выслужить но не прислушаться к этой женщине к любимой женщине я вам скажу что вы в какой-то момент поймете что это человек это то что вам нужно это то что вам нужно это тот человек который вам нужен хоть ему действительно придется постараться потому что прямо вот и проходила что он как бы вас уже распознаете к своей счастье а вам вот еще придется свои части рассмотреть какие-то вот моменты давайте посмотрим девочки вот хочу вот какого-то не знаете вот выцепить какой-то какую-то ложечку дегтя но я вам хочу сказать что прямо вот с этим человеком осуществление мечты с этим человеком старший аркан солнце прямо очень большая перспектива более того вы знаете здесь проходит такая ситуация как бы данные вы друг другу не просто так здесь может быть какая-то родовая завязка возможно кому-то кто хочет ребеночка еще родить и да кто-то хочет знаете вы как заботиться друг о друге будете здесь не обязательно что у вас прямо возможно кому-то уже по возрасту да это не актуальная тема но чем не менее здесь будет какая-то какая-то важность да в отношениях этих как бы заботиться друг о друге быть поддержкой друг другу вас очень хорошие перспективы и некие осуществления желаемого 1 здесь прямо есть вот рядом с этим мужчин хоть я вам скажу да это человек где-то сложноватый характером но вы как друг друга чувствуете понимаете ловите буквально в эти импульсы те энергии которые излучают люди и да между вами не избежать каких-то спорных ситуаций но это как-то будет приемлемо и если даже этот мужчина выставляет да какая-то ревность про днем проснулась или еще что-нибудь где-то в какой-то степени то вам это вас даже будет радовать дату ревнует ах ты ж такое вот то есть у вас у вас будет полный контакт и без ссор конечно не обойдется без каких-то спорных ситуаций не обойдется но это никак вот по сути ваши отношения не испортит я вы хочу посмотреть там вот на ту женщину который все-таки вот и имеет к этому человеку интерес давайте посмотрим что вы знаете там прямо все закончилось вот смотрите какими бы не были шаги вот той женщины до отношения к этому человеку там все закончилось то есть смотрите не стоит поднимать в тему бывших то есть и вы сами как вот это прошло закончилось оставьте его в прошлом Не стоит вот об этом, знаете, напоминать, говорить этому человеку, так и у него, знаете, не рвать душу, не выспрашивать что-то, потому что здесь конкретно идёт момент, что с предыдущими отношениями вообще всё закончено. Этот человек входит с вами, вот как в новую жизнь, вот смотрите, в новую жизнь, в новую любовь, в новое и счастливое будущее. И не стоит ковыряться вот как-то в прошлом, да, что-то там выискивать, саму себя накручивать. Человек принял решение, вы должны этому человеку довериться, только тогда у вас всё будет классно. Действительно, на почве каких-то вот бывших вот этих историй могут быть какие-то нервозные ситуации, и стоит их избежать. И как-то вот не поднимать эти вопросы, как и вам не стоит вот рассказывать, что там у вас было в предыдущих отношениях, особо, да, было и было, было и прошло. Так и вот не стоит как-то вот и этого человека, скажем так, внедрять, да, не стоит вот и в его жизни особо лезть, скажем так. Давайте посмотрим, давайте посмотрим ещё вот некую финалочку, да, посмотрим финалочку. Первое впечатление, да, посмотрим, давайте посмотрим. Первое впечатление о вас, первое впечатление ваше о нём, первое впечатление о вас. Ой, какая, знаете, прямо первое, первое, нужно взять номер телефона, первое, нужно как-то вот этот контакт вообще как-то, ну вот, знаете, как, вот ухватиться за эту ниточку буквально. То есть первое впечатление, номер телефона нужно срочно, вот так, чтобы не потерять вот эту девушку из лета. Вот просто, знаете, да, я такой искал, я хочу шансы, я хочу возможности, вот мне эта женщина, ну вот я прям её изучаю, я прям её и заинтересовался, очень, очень заинтересовался. Ну и, конечно, знаете, как шансы хочу, возможности хочу, я просто тону, да, я просто тону, я просто очень, очень вы прямо ему понравитесь. Ну, действительно, вы знаете, у него будет много вопросов, свободно ли вы, интересен ли он вам. То есть здесь сказать, что прямо, знаете, открыты все двери, вот я не могу, то есть очень может быть, что ему прям действительно придётся постараться, поискать некого подхода к вам. Да, ну да, да, но я вам скажу, что этот человек непосредственно будет прямо вот уверен в своих каких-то, скажем так, в вашу сторону, чувствах, намерениях. Он будет прямо стоять на своём и всё, и особо я вам даже скажу, он у вас ничего расспрашивать не будет, он будет ждать, что вы ему скажете, он не будет ждать, что о вас кто-то что-то будет ему рассказывать, он пожелает некой информации именно от вас, то есть, что вы ему скажете, ему будет важно, что вы ему будете говорить. Ваше мнение об этом человеке, ваше мнение, ой ты ж, боже, старший аркан солнца, старший аркан справедливости. Во-первых, явно проходит момент, что вам будет заметно, что вы ему сильно очень понравились, вы себя будете чувствовать прямо в центре внимания, любимой, да, такой вот прямо красивой будете себя чувствовать рядом с этим человеком. У вас не будет вот этого момента, ой, как там у меня волосы, как там у меня прическа, вы настолько будете расслаблены, вы настолько будете в наслаждении от общения с этим человеком, да. Но вот этот старший аркан справедливости говорит о том, что вы не впадаете в иллюзии, то есть, где-то я по справедливости буду решать, кто ты будешь в моей жизни, да, то есть, ну, ему придется постараться, да, потому что и здесь у нас прямо выходит такая ситуация, что, ну, нужно стараться, да, как бы доказать, показать этой женщине чувства, намерения свои. И не просто, чтобы вы там что-то себе догадывались, а действительно определенных действий покажут вам заинтересованность этого человека. И вот этот момент, так как и время нужно, и действия нужны, чтобы как-то вы сложили порну полную картину, полный пазл вот об этом человеке. Но здесь, конечно, я вам скажу, что вот старший аркан солнца, вы будете видеть перспективу, этот мужчина вам действительно очень понравится. Я вам больше скажу, вы прямо, знаете, как одной масти выходите. Очень может проходить, что у вас одинаковый цвет глаз, да, что вы вот в одной стихии, вы очень так импонировать будете по духу, да, по энергии друг к другу, вы прям будете усиливать друг друга. И вам будет очень чрезвычайно комфортно вот в общении, в энергии этого мужчины. Вы, он вам понравится, он вам даже очень понравится. Ну, возможно, вот вы даже будете идти на контакт, вы даже будете, знаете, так в приятном таком общении. Но вот прямо почему-то вот проходит, что вот он будет искать к вам подход. То есть, возможно, вы для себя как-то, да, как время, да, нужно немножечко время, как хочу узнать тебя получше. Потому что, ну, нравится, это очень хорошо. Ну, вот, да, жизненный опыт показывает, что первых несколько встреч, это еще ни о чем, да, нужно некое, некое продолжение. Ну, что ж, мои дорогие, давайте посмотрим дальше, да, чтобы не потерять, чтобы не потерять какие-то своих, на эти мечтания, разочарования, чтобы не обрести определенного разочарования какого-то. Ну, что ж, давайте посмотрим, как будут развиваться эти отношения, что ждет вас в этих отношениях. Давайте посмотрим, как будут развиваться отношения с этим человеком вообще. Вы знаете, прямо откроется определенный новый, новая жизнь, новые возможности, новые какие-то планы, горизонты буквально откроются. Очень может быть, что вы с этим человеком будете какие-то строить общие планы, да, очень даже быстро. То есть, какая-то ваша дорога становится вот одной, одной становится дорога. Даже, даже если я вам скажу, что, как будут развиваться отношения, вот вы знаете, какое-то определенное время, это будет, как откроет, вы откроете, как дадите этому человеку шанс, вы откроете возможности, будете наблюдать за его целеустремленностью, да, за его целью, да, чтобы вот дать этому всему начало. Девочки, я вам скажу честно, здесь проходит момент, это как завершающий некий этап в вашей жизни. То есть, какой-то этап в вашей жизни завершится, откроется дверь в будущее, в прошлое закрывается дверь, вот, открываются новые врата, новые двери, новые возможности, в прошлое дверь закрывается. Уже так, как было, уже не будет, и прошлому вот нет входа в ваше пространство и в вашу жизнь. Очень может быть, что там где-то что-то, у вас какие-то, да, предыдущие моменты будут выскальзывать, выходить наружу, да, у мужчины, но все, все, с прошлым закончилось, вы начинаете новые истории. И вот этот нулевой аркан, знаете, как новая книга, откроется, распахнется новая история прекрасной любви. У вас вообще шикарные, вообще, с этим человеком, шикарные вообще, ну, это завершение некого одиночества, какие-то размышления у вас будут, почему размышления? Я вот здесь хочу, знаете, копнуть все-таки вот этот момент, почему? Ну, это предыдущие, предыдущие разочарования. Смотрите, девочки, здесь прямо, знаете, это любовь, она действительно закрывает дверь в прошлое, открывается новая история, и эта любовь будет исцеляющая, как и для вас, так и для этого человека. Все прошлое останется в прошлом, а здесь начинается новая история прекрасной любви, прекрасных отношений и взаимности, взаимных чувств. Я вижу, что у вас будут очень глубокие чувства к этому человеку, и эти глубокие чувства, они будут взаимны, эти чувства, они действительно откроют все двери, и будут иметь определенную, знаете, большую ценность вашей жизни. Это, как, знаете, это любовь, как вознаграждение, вознаграждение за какие-то предыдущие разочарования, за разбитое сердце, за шрамы ваши сердечные, а это любовь, как награда. И я вам скажу, что вы действительно придете к тому, что вы ждали, вы ждали такого разворота событий, вы ждали такой перемены в своей жизни, вы ждали, когда, даже будучи в каких-то, да, ухаживаниях, в каких-то отношениях, но чувствовали себя одинокой. А здесь вы всегда будете чувствовать себя в паре, даже если в моменте вы будете на определенном расстоянии. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пусть придет в вашу жизнь настоящая любовь, которую вы пожелаете и будете хранить. На этом все. До новых встреч. Счастья и радости смелого и благородного человека в вашу жизнь.